Это нам не остановка, что мы вот что-то достигли уже, и мы уже больше ничего не развиваемся, нет. Все восприняли очень удушевленно, и все, каждый на своем рабочем месте, своим упорным ежедневным трудом доказывает, что эта награда все-таки была заслужена. Их задача – помогать и всегда быть рядом. Директор Центра социального обслуживания населения Добужского района Елена Олейникова о достижениях и работе в новых условиях. Это и для меня важно, и для самих ребят важно, и для школы для нашей важно. Это, конечно, смысл моей жизни. Тяжелое заболевание – не преграда для творчества. Дмитрий Грудовенко о любви к музыке и успехах своих учеников. Мастерство, помноженное на колоссальный опыт. Тренер с более чем 40-летним стажем Владимир Кулиненко о воспитании чемпионов в спорте. Неравнодушие к чужой беде – неиссякаемое желание работать на благо общества и творить добро. Их призвание – помогать людям. Мы находимся в территориальном центре социального обслуживания населения Добужского района. Сегодня в учреждении немноголюдно. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы. Посетителей в день приходит крайне мало, а вот все сотрудники – на своих местах. В это время их работа приобретает еще большую значимость. В отделении дневного пребывания для инвалидов творческую активность не приостанавливали, а просто с привычных кабинетов перешли на просторы интернета. Живое общение, конечно, скайпом не заменишь. Однако в качестве временной меры – это лучшая альтернатива. Большинство ребят остались дома. Родители решили, что так безопаснее для них и в целом для общества. Один человек нас посещает, потому что мама не может оставить его дома, она работает. Но ребята очень сильно скучают. Для них это как второй дом. И поэтому мы решили организовать работу онлайн. Мы встречаемся каждый день. Работа бывает групповая, когда мы устраиваем конференции. И работа индивидуальная, когда, например, мы один на один какие-то задания даем. Мы верим в то, что все это пройдет, и мы вернемся к обычной жизни. Мы будем посещать различные конкурсы, фестивали. Учитывая, что в центре уже давно обучали компьютерной грамоте, и эта услуга была довольно востребована, перейти в режим онлайн для посетителей учреждения не составило труда. Так, еще Никита должен к нам присоединиться. Так, ждем еще. Таня где-то появится. Не оставляют без внимания и пожилых граждан, особенно тех, кому затруднительно самостоятельно выйти в магазин. Здравствуйте. Добрый день. Приятно слышать вас. Спасибо большое. Как ваши дела? Здорово. На сегодняшний день. У нас все хорошо. Все хорошо. Нормально. У меня тоже очень хорошо. Замечательно. Сотрудники центра заранее обзвонили людей, плюс сообщили населению через местную газету о наличии новой услуги. Нам звонят или по телефону, или по скайпу. Человек говорит, что ему нужно или продукты питания, или медикаменты. Мы составляем списочек приблизительно, что они хотят. За время существования услуги поступило более 70 заявок. В течение нескольких минут специалист записывает все пожелания дозвонившегося по поводу продуктов, либо необходимых медикаментов. И в течение часа осуществляется доставка. Социальный курьер обязательно использует средства индивидуальной защиты. Спасибо вам, что есть. Спасибо, что существует такая организация в Добруши. Можно позвонить. Вот пенсионеры, я знаю, что многие уже знают ваш номер телефона, что обращались. Уже я знаю, что наши пенсионеры, наши с завода пенсионеры. И спасибо за то, что вы всегда можете выполнить то, что мы просим. А еще в Центре социальной защиты стремятся помочь медикам. Уже почти два месяца пять сотрудников учреждения занимаются пошивом масок, нарукавников и бахил. Средства защиты делают и для членов своего коллектива. Минут, может, десять. Раскрой. То есть вот раскрой. Потом мы ее немножко формируем. Берем. Делаем небольшие защипы. И застрачиваем. То есть застрочили резиночки или веревочки сделали. И уже она... Даже вам покажу. И готова будет. Клад, я думаю, мы вносим, помогаем. Как можем. То есть вот таким хотя бы способом. А самому Центру уже почти 20 лет, помимо местных властей, помощь оказывают зарубежные партнеры из швейцарского города Итиген, по братима Добруша. Благодаря финансовой поддержке был реализован уникальный проект. Первый в своем роде среди подобных учреждений в Гомельской области. С 2017 года на базе нашего центра реализуется проект Шпитекс. Что же это такое? Проект Шпитекс предполагает оказание услуг сиделке гражданам, которые утратили способных самообслуживанию, передвижению, а также помощь семьям с ребенком-инвалидом. На данный момент у нас в штате работает 10 сиделок. Заработная плата сиделкам выплачивается швейцарскими спонсорами. Также они помогли в приобретении специализированного оборудования. Для того, чтобы облегчить труд и сиделочек, и все-таки улучшить качество жизни граждан, которые находятся на социальном обслуживании, у нас есть пункт проката, где закуплены средства социальной реабилитации, и наши граждане могут ими воспользоваться. Это и ходунки, это и коляски, это и прикроватные столики, и средства для улучшения гигиеническими какими-то процедурами. То есть вот все, что необходимо для улучшения качества жизни. Руководит центром с момента его создания Елена Олейникова. Человек решительный, творческий и энергичный. Учитель математики по образованию когда-то и не думала, что свяжет свою жизнь с социальной сферой. Семейные обстоятельства сложились таким образом, что после окончания университета пришлось переехать в Россию. Там Елена Григорьевна преподавала математику в вечерней школе для рабочей молодежи. Позже волей судьбы вернулась на родину и попала в отдел социальной защиты. Я работала специалистом по назначению пенсии с 1 сентября 1992 года. Когда в начале 2000-х годов начали образовываться центры социального обслуживания, мне была предложена должность директора. Не могу сказать, что я долго раздумывала над тем, идти или не идти, но для меня это была специальность и должность не очень еще. Понятно, чем там надо будет заниматься. Однако я дала свое согласие. И вот с 11 июня 2001 года я возглавляю эту организацию. Это был период создания организации, это был подбор кадров. Не пожалела. Но хочу сказать, что и то образование, которое я получила в свое время, оно тоже мне помогло в работе. Это и педагогика, это и психология. То, что я проходила в студенческие годы, здесь оно очень даже хорошо применяется. Потому что это каждодневный труд с людьми, с человеком, которого надо выслушать, которому надо помочь решить его проблемы, и причем незамедлительно. В это современное здание социальные работники переехали в 2017 году. Елена Леникова отмечает, что в связи с расширением полномочий увеличился и штат сотрудников. В 2018 году нам были дополнены функции, переданные из Управления по труду, занятой социальной защите. Это прием и оформление документов на адресную социальную помощь, детское питание, на компенсацию за подвозники. И было принято решение нашим исполкомам добавить нам штатные единицы, для того, чтобы мы могли все это вовремя делать, чтобы не было очередей, чтобы вовремя обрабатывали документы, и люди вовремя получали помощь. Помимо оказания социальной помощи, всегда важным оставалось творческое направление в работе центра. И оно не ограничивается многочисленными кружками. В 2005 году по инициативе коллектива учреждения в Добружском районе стал проходить фестиваль для инвалидов «Мы вместе». Спустя шесть лет он получил международный статус, когда начали приезжать участники из России и Украины. Очень всегда много участников, где-то более 50 человек разных возрастов. Это и дети, это и взрослые люди. Все готовятся, везут показать свои таланты, раскрыть свои способности. Способствует, конечно, этот фестиваль и налаживанию дружеских отношений, связей между нашими славянскими государствами. И, наверное, дает нам всем какой-то такой урок, что люди вот такие вот особенные, но они не боятся выйти на сцену, показать себя, раскрыть свой талант, поделиться своим добрым сердцем с нами. То, что центр двигается в нужном направлении, подтверждает признание коллег, а также многочисленные дипломы. Самый значимый из них – по итогам работы за 2019 год. Добрышки-центр был признан лучшим в Гомельской области. Коллектив принял награду просто на ура. И, знаете, за этим последовала, знаете, какая фраза у коллектива? Ой, а что же нам в этом году еще надо предпринять, чтобы мы еще выше награду получили? То есть это нам не остановка, что мы вот что-то достигли уже, и мы уже больше ничего не развиваемся, нет. Вряд ли существует другая сфера деятельности, где милосердие, сочувствие и житейская мудрость играли бы такую значимую роль, как в социальной работе. Коллектив учреждения подтверждает это каждый день, даря людям тепло и заботу. Дмитрий Грудовенко из Добруша – личность уникальная. Виртуоз-музыкант практически полностью лишен зрения. Однако тяжелая болезнь не стала для нашего героя непреодолимым барьером. Он в совершенстве смог овладеть игрой на баяне. Сначала репертуар мой, в основном, мой репертуар составляла классическая музыка, народные обработки. Ну, а потом я стал пробовать себя в эстрадном жанре, стал играть, исполнять эстрадные произведения. Вот этот вот чардаш, даже вот, который я играл, он есть у меня в эстрадной обработке. И также я сделал обработку еще такого произведения «Альбинони Адажева». Это в эстрадной обработке оно у меня звучит. Поэтому я сейчас играю очень такой у меня репертуар как классические произведения, так и народные обработки, и эстрадные произведения. Страшный диагноз был поставлен Дмитрию при рождении. То, что сын не будет видеть, мать Лидию Федоровну повергла в шок. Тем не менее, эта новость женщину не сломила. Она нашла возможность организовать обучение в специальной московской школе, где помимо обычных предметов преподавали музыку. Тяга к ней, к слову, у Дмитрия Грудовенко проявилась с ранних лет. Окончив успешно школу, он принял решение вернуться на малую родину, после чего продолжил заниматься музыкой. Следующим шагом стало поступление в Гомельский колледж имени Соколовского. Так сложилось, что мы с ним все время одни остались. Но, что говорится, не сдались. Было тяжеловато обучаться даже в колледже, потому что я работала все время. Нужно же было жить, существовать, обеспечивать. И его учебу, и ему помогать. И, конечно, мне тоже было не очень легко. Ну, экзамены, музыка. И, конечно, мы совместными силами старались все это преодолеть. И, скажем, до такой степени можно сказать, что победили. Потому что колледж он окончил в числе лучших учеников. Ему дали в конце грамоту. Через музыку Дмитрий Грудовенко выражает свои самые яркие чувства и эмоции. Что можно услышать в каждой сыгранной им ноте. К слову, своим мастерством герой нашей программы уже более 20 лет делится с маленькими жителями Добруша. Весь этот период он преподает в детской школе искусств. С детьми несложно находить контакт. Перед каждым днем, когда иду на работу, перед рабочим днем, готовлюсь. Беру баян, проигрываю сам по нотам каждое произведение. Готовлюсь. Я знаю уже практически весь репертуар, который у меня играют мои ученики. Беру еще многие произведения, сам их разбираю, смотрю, как они звучат, где там какие написаны ноты. И, когда я иду уже на уроки, у меня уже все готово. Я уже практически все знаю наизусть. Каждый штрих, каждый оттенок там, нюанс. И все. И знаю две системы. Вот свою и для людей, которые видят. И могу подсказывать, даже независимо от того, что я плохо вижу, все равно я обучаю нотной грамоте. Вот ребенка могу обучать. Так что контакт находить с детьми несложно. Еще. И консолька. На сегодняшний день музыка – это его жизнь, скажем так. И, конечно, он ее так чувствует. Он старается, он знает наизусть все произведения, которые и весь репертуар, который он играет. Он знает все от первого до пятого класса произведения, которые можно назвать здесь книгу любую. От баян для учащихся первого класса. То есть от первого класса по пятый. Он может любое произведение, ноты у него не нужно даже их вспоминать или что. Они у него уже автоматически все находятся в голове. И он знает наперед. Ученик только может чуть-чуть запутаться. Он уже все ставит четко на свои места и подсказывая ноты. За время работы Дмитрий Грудовенко выпустил немало талантливых ребят, которые завоевали множество дипломов на всевозможных творческих состязаниях. Для преподавателя это особая гордость. Это и для меня важно, и для самих ребят важно, и для школы для нашей важно. Это, конечно, смысл моей жизни. Дмитрий Грудовенко и сам является участником различных творческих конкурсов. И на многих из них занимал первые места. В его коллекции около 50 дипломов. Но одной музыкой Дмитрий не ограничивается, стараясь вести разностороннюю жизнь. Недавно освоил компьютер. Современные программы позволяют это делать людям с нарушениями зрения. Теперь Дмитрий может беспрепятственно слушать любимую музыку, узнавать прогноз погоды или общаться с друзьями в социальных сетях. Компьютер, конечно, не только для меня, но для таких людей с ограниченным зрением. Это и средство реабилитации, и дополнительное средство для общения. И чтобы в интернете что-нибудь, допустим, все абсолютно, что захотел, раз, скачал новости, посмотрел общение тоже для незрячих людей. Это, конечно же, очень важно. Можно про него сказать, что терпение и труд все перетрут. Это уж точно, вот эта пословица очень четко говорит о его достижениях, о том, что он очень-очень стремится к победе, верит в эту победу. Ну, и очень трепетно относится ко всем вопросам жизненным, которые встречаются на его нелегком, можно сказать, пути. Как бы там ни было тяжело, он стремится добиться, чтобы у него было зрение, чтобы он дальше продолжал жить и во всех красках видеть наш окружающий мир, видеть лица людей. И очень на это надеемся и он, и я. 15 лет назад у Дмитрия Грудовенко появилась надежда. Он поехал в Уфу, где ему была сделана первая операция на глазах. Позже последовала еще серия. Кардинальных изменений не наступило, но улучшения есть. Дмитрий начал видеть большие предметы, может самостоятельно добираться до работы и обратно. Битва за возможность не только чувствовать этот мир, но и полноценно видеть его своими глазами еще не окончена. Дмитрий рассчитывает на победу. Тем более, что у него есть надежная опора в лице его матери, которая была рядом на протяжении всей жизни. Во всем меня поддерживала, помогала мне во всем. Конечно, я ее и ценю, и очень люблю, и благодарен ей за все. Конечно, она лучше то, что у меня есть, и я стараюсь тоже и поддерживать ее, и любить, и жалеть. Своим собственным примером Дмитрий Грудовенко демонстрирует силу духа, несгибаемую волю, стойкость человеческого характера. Несмотря на сложные жизненные испытания, он продолжает заниматься любимым делом. И доказывает, в жизни нет ничего невозможного. Бывают такие моменты, когда что-то бывает очень сложно, тяжело, а потом, когда это видишь на сцене, когда ему кричат «Браво!» и когда я стою, и ему вручают цветы, и лауреат первой степени диплом, то это, конечно, вызывает, ну, естественно, что гордость, и что мы все-таки как-никак, но победили. Все силы у нас, которые мы потратили, нам сейчас очень-очень все приходит обратно, и мы очень рады, что у нас в дальнейшем так все получается. Будем жить и надеяться, что у нас тоже все сложится. И, возможно, может, я от всей души желаю, чтобы у него сложилась семейная жизнь, чтобы он не остался в одиночестве. И это вот наше, мое, с моей стороны, последнее, что я хочу добиться, чтобы он жил нормальным, полноценным человеком и чтобы был в семье. Вот уже пятое десятилетие родной Добружский район прославляет и Владимир Кулиненко. Он воспитал не одну плеяду спортсменов, которые поднимались на пьедестал многих международных стартов. Начинал выпускник Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины с набора группы «Побегу». Успех не заставил себя долго ждать. Воспитанница тренера Татьяна Макушенко на республиканских соревнованиях стала чемпионкой Беларуси, выполнив в восьмом классе норматив мастера спорта по легкой атлетике. Со временем Владимир Кулиненко переориентировался на подготовку юных спортсменов в многоборье. Набрал спортивный класс, отобрал шесть детей, хороших детей, девочек, и начали готовить многоборье с ними. В восьмом классе мы уже выехали на первенство Белоруссии. Витебск выиграли там и представляли Белоруссию, тогда БССР, представляли ее в Евпатории. Это первая пробная была поездка такая на соцстраны. Было 18 соцстран, но мы заняли третье место. Приятно было, конечно, увидеть, что зажигается там на табло Белоруссия добро. Ну, что-то неудовлетворенность. Появилось какое-то чувство и мог выиграть. Поэтому приезжаем, опять набираем класс, три года его готовим и опять выезжаем. Ну, сейчас в Севастополь уже выезжаем, на первенство Советского Союза. И там выиграем. После международные соревнования по многоборью отменили. Проводились региональные, но амбиции Владимира Леонидовича были сильнее. Он претендовал на мировое признание для своих воспитанников. Начал заниматься тогда метанием. Много литературы переводил тогда. Это сейчас просто в интернете взял, включил технику метания. Тогда же не было этого. Поэтому приходилось брать и с литературой. Ну, и вот пошли первый мой метатель. Это был Эдик Евграфов, который выиграл первенство Советского Союза тогда и представлял Советский Союз Кореи. И в Корее он занял второе место. И вот это копье продолжается уже лет 20. У меня копьеметатели 25. Выиграют все время в Белоруссии. Все 25 лет. Мой лидер – это Галя Кахова. Она девочка очень талантливая попалась. И поэтому она достигла, пожалуй, с моих ребят самого высокого. Это она была третьей. Мы поехали на чемпионат мира, еще маленькая она была. В Польшу, потом оттуда через два года уезжаем в Южную Америку, в Чили. Там тоже она становится третьей. Ну, нюансы там были. Разодлилась так. И через месяц в Италии первенство Европы, она там выигрывает. И первенство Европы. И устанавливает рекорд Белоруссии. Это было 19 лет назад. И вот никто его не может побить. Покорить спортивный Олимп мечтают многие ребята. И путь к нему открыт не только тем, кто обладает талантом. Помимо прочего, нужны целеустремленность и трудолюбие. Только так можно достичь необходимого результата. Характер победителя Владимир Леонидович своим подопечным стремится прививать с первого занятия. И никогда не ставит перед ними минимальных задач. В приоритете всегда только победа. По-другому и быть не может. Да, может я где-то жест. Может быть. Я не говорю, что да, где-то. Но потом, когда он поднимается на пьедестал почета, он понимает, что по-другому. Но нельзя было добиться. Спорт – это дисциплина. И так вот, если пришел, тренер сказал, написал план, все обязаны выполнить. И не хочу, не буду. Я с такими детьми прощаюсь. Однако, как и в любом правиле, бывают исключения. На компромисс с самим собой Владимир Леонидович пошел лишь однажды. И, как оказалось, чутье его не подвело. Юля Макеева, она бросила в шестом классе. Я три года занимал. Ну, вижу, талантливая девочка. Я все, и к ней чуть ли не на колени. Никогда такого со мной не было обычно. Я – нет, нет, все, не хочу. Я тут чувствую. Ну, и не сейчас-то никогда. Вот через два года она стала уже в сборной Белоруссии. У меня попала в Берлин, поехала в восьмом классе. А в девятом классе она уже в национальной команде была. Очень рано. И сейчас она звезда у нас. Среди всех своих подопечных Владимир Леонидович пользуется незыблемым авторитетом. Его ценят и уважают также коллеги по цеху. А достижения Владимира Кулиненко отмечены на самом высоком уровне. Он неоднократно был удостоен наград как областного, так и республиканского значения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин